Игмара 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 Здесь есть Нет Давайте посмотрим Что такое 120 лого Игмара Это называется Медат нефах Лого 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 это 6 бойцы Лого это 6 бойцы 6 бицима это сколько? 6 бицима это скажем то есть ну скажем четверть лога это 1 стакан значит лога это скажем 4 стакана 4 стакана это сколько? наших допустим ну даже допустим по 200 по 200 будет 800 значит примерно 800 значит сколько это получается? 800 сколько все получается? шерме и стрим лога это 800 умножить на мейстрим это очень много 800 умножить на мейстрим это совсем много сколько получается у нас? 0,8 умножить на 120 получается 96 кило 96 литров и топ значит так говорит Мишна и говорит Марай что имеют ввиду Мишна? все 4 месте было 120 лог то есть каждый держал всего лишь по 30 лог правильно? 120 разделить на 4 30 лог или мы скажем что у каждого было по 120 лог что имеют ввиду Мишна? понятен вопрос да? то есть не было все таки если это в 4 раза меньше это уже какая-то цифра более понятная 24 литра ну тоже немало но хотя бы как-то грамма раташма бейдэ имкад шель шемен шель шлюшим шлюшим лог шем кулям эйстрим лог говорят написано что у них каждого было по 30 лог не 120 все таки у каждого по 30 лог 30 лог примерно 24 литра там не знаю плюс-минус не важно сколько значит 30 лог от примерно 24 литра можно почитать более точно на самом деле если хотите можно почитать более точно амара нефах лог лефи рамбом это получается 300 по рамбому это 300 у хазанышу это у хазаныш это 597 лог это 500 ну 600 600 мне самок 600 самок умножить на 600 умножить 06 умножить на 30 это будет 18 литров а? мы считали 08 а сейчас 06 06 ну ладно 18 литров то азаки циркулы было это самое то я бы сказал будет 18 литров примерно И эти ребята, как называется, бахурчики, как в русский, подростки, они были более, как сказать, сильные, чем легендарный человек Коин, которого звали Бенашей Мартабат Бейтус, сын Марты, которая была дочкой Бейтус. который ставил со своей силой. Что про него рассказывает, про этого сына Марта Барбейтус? Шияну тельштейнер охот шельшора гадоль шелакуах бейлев зуз. То есть, какие-то самые громадные эти самые быки, самый бык, который очень большой, он стоит 1000 зуз, это очень большой бык, который супер-супер большой, супер толстый. И он брал две его задние ноги, что должно быть очень тяжело. Не знаю сколько, но очень тяжело. И так спокойненько, с тихонечкой походкой шел по этому самому, по Акевишу, по Пиндусу, по Пандусу, поднимался на жертвенник, так потихонечку шел. И так ударил куда-то. Но его куяним не разрешили это делать, почему? Потому что написано, и одну ногу тащили два койна. Так написано в своих днем. Обычно одну ногу тащили два койна. Нормальная ноша, два койна несли одну ногу быка, а тут он заем в один нес две ноги. И шел так спокойно, спокойно походочкой. И мы не разрешили это делать. Почему? Потому что, что и значит, что когда больше народу делают работу, все вечно это более, как сказать, более уважительно. Когда много слуг, которые служат, это как бы считается более это самым. Поэтому хорошо, что многие занимались этим самым. Многие занимались тем, что приносит жертву, это они один человек. Поэтому не разрешили. Чем эти ребята, они более сильные, чем сын этой Марты Барбейтус? Или Мамишу Майкура, Юкра, потому что это тяжелее. А на Икиры Тфей две ноги этого громадного шира много больше, чем 30 лог. 30 лог, мы скажем, что сколько? 16 литров у нас получилось. 16 литров масла, не знаю, сколько это стоит, даже легче воды, наверное. А две ноги этого заднего, еще большого быка, это намного дороже, намного дешевле, намного тяжелее. Элиосим кевешу муруба в Элозакив, Охасу ламот в Эзакив Тува. Там это пандус, пандус, он, так сказать, у него, ну, так сказать, спокойно, как называется. У него большая площадь, по которой можно ходить. Это не, так сказать, не тонкая штука. И небольшой у него подъем. Подъем у него, какое сколько? 9 амот из 30 амот. То есть 9 на 30, как называется. Тангенс 9 на 30, 9,30. Небольшая. Угол не очень острый. Не очень, как сказать, не очень, ну, подъем не очень крутой. Здесь-то лестница, которые маленькие, ступеньки, они тонкие, и подъем очень большой, они с этими, как сказать, с этими сосудами, на этой высотой. Высота там тоже небольшая, там 50 амот, то есть 25 метров. 8 этажей, так неплохо залезть на такую штуку, с такой штукой, с такой сосудой, еще там стоять и выливать его. Поэтому они как бы считались даже более сильными, более, как сказать, ну, то есть, про их силу больше можно сказок рассказывать, чем про нас же, сына Марта Барбейтус. Они были очень это самое. Продолжает наша Мишна. В Иллояха Цербер Ушалаем, что не было ни одного двора в Иерусалиме, который бы не был освещенным этим светом. То есть, сколько эти лампады, не знаю как, светильники были очень высокие, 50 локтей, то есть, примерно 25 метров. Это были очень высокие светильники, соответственно, весь Иерусалим был освещен светом, и света там было очень много. Задели туда очень много масла, и большие были фитли, они были очень толстые. Соответственно, не было ни одного этого самого двора в Иерусалиме, который был не освещен этим светом. Говорит, Марта приводит Брайтон, переходим на Лунгима Ламудалев. Тана Иша Айтабу Рерат Хитим Леор Шильбей Сашвейва. То есть, возможно, то есть, женщина могла перебирать пшеницу при свете этого самого. Для перебирания пшеницы, чтобы выделить все камешки, все эти самые, все там незначающие в речке, нужно много света. Этого света, который светился, это самое достаточное было, чтобы перебирать пшеницу. Спрашивает Тойсус, переводит Тойсус, спрашивает Иерусалми. Иерусалми парях, Ях, Буререс, Баи, Камиила, запрещено получать удовольствие от храма, от любых вещей, которые посвящены в храм. до Шемена, до Шемена, это самое, откуда брался там этот самый, откуда брался там Шемен, откуда брался там масло, в котором зажигали. Это Уптиля, как мы сказали, эти самые были, фетилию сделали из этой самой, из одежды Киуна, Аюшель Эгдеш, они были Эгдеш, они были, то есть то же самое с Симхой Басыдшой, во самом празднике это было, как называлось, это называлось Соро Храм, это как бы часть работы с Шафтэм Майм и Сасону, Ра, это суть, черпайте воду с радостью, но как можно было перебирать крупу при свете, этом свете? Умешаны, колмарэ вэреа, хэнбо мишу маила, то есть то, что есть звук, если я слышу звук музыкальный какой-то, это самое, я на это получаю удовольствие, это не называется Майла, Марээ, если я вижу красивые храмы, вижу издалека красивые, это тоже называется Майла, Рэх, вот, тут это называется Майла, освящение, в Каше, спрашиваю, что есть Каше, до первого, когда мы говорим, аля Майла, гуды лейка, а и суры ика, несмотря на то, что нет в этом Майла, то есть человек, который так получил удовольствие, допустим, от света и так далее, может быть нету Майла, что такое нету Майла, как мы разбирали, нету жертву Майла, то есть не называется, что должен привести жертву Майла, но все-таки запрещено этим пользоваться, выезжая в Добара Рослав Давка, говорит, то есть что имеется в виду, что то, что Майла сказал, что она перебирала, это не то, что она действительно перебирала, то есть она могла бы, то есть было настолько много света, что она могла бы перебирать, но не то, что она действительно перебирала, перебирать, то есть было нельзя, почему нельзя было, потому что свет был, оно как бы свет был из масла, которое было посвящено в храм, и птери, Которые были священы храм Поэтому перебирать при этом свете было нельзя Но было настолько много света Что было достаточно, чтобы перебирать Тов, продолжает Мишна Что там были пляски и песни И написана у нас в Мишне Следующая фраза В Мишне говорится следующая вещь Хасидим ваншей майсе То есть хасидим ваншей майсе Не очень понятно, что отсутствие Люди, которые правильники разные Плясали там Жонглируя этими самыми Как называется Факелами Говорили перед ними Пели всякие Говорили всякие воспевания Восхваления Всевышнего Сейчас Мора приводит Тан Рабона Какие там слова были этих песен Ташма Есть которые там говорили Следующую вещь То есть пели следующую песню Даже в рифму То есть счастлива наша старость Потому что Счастлива наша молодость Что она не Устудила нашу старость Что это значит? Что даже в молодости Мы ничего плохого не делали И поэтому в старости Мы не стесняемся Того, что мы делали в молодости То есть То есть счастлива наше детство Что она не Устудила нашу старость Говорит Раша Что они не делали Пригрешение Когда были молодыми Или Чтобы следить об этом В старости Элю Хасидим Ван Шей Майса Это которые Хасидим Ван Шей Майса Говорит Раша Что в молодости Мы ничего не натворили Но в старости Мы Как называется Хазар на Бучева И исправили то Что мы в молодости Не натворили Кто это были Эли Балейт Шува Это были Балейт Шува Люди которые Как называется Капурусский Балейт Шува Раскаивающиеся люди Которые раскаялись Своих решений И стали Поднялись Но потом Общий есть комплект Элю Вэлю Мрим Ашрей Мишилохата Счастлив тот Кто не согрешил Мишилхата Яшува имхоллой А тот кто согрешил Пускай Яшув То есть значит Яшув То есть пускай Сделает Шуву И тогда ему Имхоллой Ему проститься Проститься ему Так это самое Так я песню не пела Таня из Брайта Которая рассказала Про Гири Лазокин Рассказывали Про Гири Лазокин Как известно Шамая Гири Лазокин Шамая Гири Лазокин Шамбул Наси Шая Самая Басимхазбейсашуева Когда он радовался Симхазбейсашуева Плесал Он говорит следующее Не знаю как сказать Как это назвать То что он говорил Песня не песня Восхоление не восхоление Причем как интересно Он говорил это как бы От имени Всевышнего То есть он говорит как бы Странный такой оборот Немножко Что как он говорил Как будто от имени Всевышнего Как будто как пророк Не знаю как кто он это говорил Он не был пророком Но как будто он говорил Как бы Всевышний здесь говорит Так он говорит Всевышний как бы говорит Имя не Кан, а Коль Кан Если я здесь, имеется в виду в храме То есть вы, евреи, хорошо себя ведете Я Всевышний, моя шхина Здесь находится в храме Так Коль Кан, да все здесь Все хорошо и все здесь Вы имя и не Кан, а если вы делаете так, что Берут, что я Всевышний, Кабихоль Я отсюда ухожу Моей здесь шхины здесь нету Микана, кто здесь будет, ничего здесь не будет Это была одна его такая схваливная песня, вторая его схваливная песня. Если вы не приходите ко мне домой, то я не приду к тобой. Так написано по сути, что все вместе в любом месте, где будет воспоминаться Моим, я туда приду и тебя благословлю. Так говорит Всевышний. Так Иллиль говорил. То есть Мора приводит еще одно случай про Иллиль, который упоминяется в Перке Авод. Непонятно, какая здесь связь, но Мора и приводит здесь тоже эту вещь, которая написана в Перке Авод. Один раз Иллиль Зокон увидел череп, который пыл по воде. И он понял, что это череп, что разбойники убили какого-то другого разбойника, отрубили ему голову. И голову бросили в воду, и она попыла, стала черепом тихонечку. Омар рассказал этому черепу, ада атафт отфуха, за то, что убивал людей, и так ты делал с ними, послал их черепа, да сам и тебе тоже самое сделали. Ада атафт, за то, что убивал, тебя тоже убили. Омит уфаих и туфун. Но тот тебя убил, их тоже в конце концов убьют. Так это продолжается. Давай здесь сегодня остановимся. Омар Абьохнан. Омар Абьохнан. Роглоги дейнижда. Омар Абьохнан. Омар Абьохнан. Омар Абьохнан. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...